В августе в Казани состоится чемпионат мира WorldSkills. Проходит он раз в два года. От Ульяновской области для участия в этом состязании в национальную сборную вошел Павел Яковлев. Его компетенция – окраска автомобиля. Молодой человек рассказал, что вообще оказался в этой сфере по воле случая. На вступительных вуз завалил математику и решил не терять год, а получить профессию. В колледже парня заметили и предложили принять участие в WorldSkills. Сейчас за плечами Павла региональный, российский и несколько международных профсоревнований. Везде, как правило, призовые места. Атмосфера совершенно разная. То есть был нацфинал, была одна атмосфера. Был международный финал, совершенно другая атмосфера. Совершенно другие участники, совершенно другой уровень. Воспринимается все иначе. То есть ходишь и думаешь, это же Франция, Германия, и думаешь, какие они крутые. А потом по факту получается, что они точно такие же, как и мы. Те же руки, те же ноги. Впереди у Павла главное состязание – чемпионат мира WorldSkills. Кстати, сам он родом из Свердловска. И в национальную команду вошел от этого региона. Но поддержку в подготовке к соревнованиям нашел именно у нас. И теперь представляет Ульяновскую область. К слову, среди наших земляков тоже есть члены национальной сборной. Но у них пока мало опыта для соревнований такого уровня. Подготовка занимает очень много лет. И вот в части, например, того же самого Александра Иноземцева на компетенции ремонта обслуживания легковых автомобилей мы готовим уже два с половиной года. Два с половиной года. И вот он сейчас пойдет на Евроскиллс. Если он на Евроскиллсе покажет хорошие результаты, то дальше его прямой путь на чемпионат мира. То, что Яковлев Павел готовился в Свердловской области и участвовал в Свердловской области и приехал к нам, это говорит о том, что у нас условия хорошие для того, чтобы подготовить чемпиона. На базе Ульяновского авиационного колледжа уже не один год действует межрегиональный центр компетенций. Это тренировочный полигон по шести компетенциям WorldSkills. Здесь готовятся кадры для обслуживания транспорта и логистики по мировым стандартам. На оснащение центра в свое время было направлено 400 миллионов рублей. Павлу Яковлеву осталось доказать, что все это не зря.